Я не знаю, что это продлится, но наше встрече с тобой будет разводиться. Обязательно. Это я тебе обещаю. Потому что нельзя относиться к своему народу, как к скоту, как любому быдну. Поэтому, если украинское правительство само в себе в душе не воспринимается людей и пытается свою мерзость и пакость перенести на сыну Ланса, то мы другие. Мы не такие. Еще хочу напомнить. Уважаемые матери Украины, уважаемые отцы, здесь сидят ваши сыновья. Они с оружием пришли в руках на нашу землю. У этого парня день рождения, второе, воскресенье было. У этих двоих день рождения сегодня, второе. Уважаемые украинцы, мы не хотим вас убивать. Мы не хотим убивать никого из вас. Мы не хотим терять своих друзей, своих детей, своих матерей, отцов, своих стариков. Отдумайтесь. Вы, как родители, единственные, кто может остановить своих сыновей. Вов, Дим, Сергей. Скажите, что лучше, сидеть пять лет в Украине или быть убитым под аэропортом города Танецка? Это не наша война. Так. Насколько я уже вспомнил, все, что платит за технику, ходит. Это война большой политики и знаний простыми людьми не рассчитывается. Дим, ну, твое слово. Мое слово, что... Не требует сюда идти, потому что тут таки все сами жители, как у нас, ходят так самую меру, так ими. И что я действительно сегодня, вчера, куда ехал в больницу, бачил, что на самом деле робится. Эдин, люди, безновения. Вот, уважаемые родители этих ребят. Я не знаю, как у нас долго продлится обмен, будем ли мы кода менять или не будем. Хочу сразу обратить ваше внимание. Такого обмена, как было раньше, понимаете, Украина постоянно лжет. Против Украины лжет не только своему народу, оно даже лжет своим союзникам. И Европе, и Америке. Так же они врут нам. Так вот, прежних обменов, когда меняли бомжей, психов каких-то, непонятно кого, на военнопленных не будет. Вот этим троим, я просто скажу одну вещь. Уважаемые родители. Валентина Алексеевна, это сестра Сергеевна, я не знаю, сожиди, как зовут сестру, родители родственников Владимира, Дима, я разговариваю с твоей девушкой, приезжайте, вы заберете своих сыновей в целости и сохранности. Нам не нужны ваши сыновья, понимаете. Мы не гонимся за количеством пленных. Они нас вот так в достаточном количестве могут в любой момент. Мы, в отличие от вас, ценим жизнь каждого человека, который сражается за нашу землю. Мы не посылаем на убой целые воинские подразделения. Не забираем четырех МДР в один, как он сказал, с веревого, для того, чтобы он полтора километра проехал, стал на поле уборя. Мы не воруем соляру, у нас ее просто нет. Мы не воруем жратву у этих людей. Не одеваем и обуваем по мере возможностей. Но мы с Олуженым Гром защищаемся. Защищаемся от производства.